Девушки отдыхают Нет, это не сон. Судя по запаху, я опять в Меркурии. Этот город пахнет смесью свежих цветов и коровьего навоза. Там явно отмечают какой-то праздник. Девушки отдыхают Трактир путешественника. Хотя по правилам его надо называть трактир для путешественника. Это кресло очень мягкое и удобное. Огонь завораживает, притягивает взгляд и убаюкивает. Народ отрывается по полной. Сразу видно, это их первое свидание. Интересно, здесь клеится так же, как у нас дома, или по-другому? А, думаю, народ здесь использует магию. Они похожи на наших фермеров и ремесленников. Хоть и живут в параллельном мире. Наверное, она тут работает. Добрый вечер. Здрасте, вы тут работаете? Работаю? Деточка, да я хозяйка приюта странника. Ой, простите, я не знала. Да откуда ж тебе знать? Но впредь не спеши языком. Мало ли на кого нарвешься. Кто-то может и обидеться за такие вопросы. Как вас зовут? Бендримэ Сальмин. Я хозяйка этого трактира. Прежде чем купить его, не один годок пришлось погорбатиться в южных землях. И табак продавала, и вино, и рабов. Я сама оттуда родом, с юга. А я Эйприл. Эйприл Райан. Добро пожаловать, Эйприл. Ты кого-то ищешь здесь? Не нашего ли красавчика портного, а? Да нет, скорее я попала сюда из-за несчастного случая. О, навряд ли этот случай несчастный. Скорее тебя привела сюда судьба. Ты ведь умеешь с ней обращаться? Как можно обращаться с судьбой? Ты подчиняешь ее себе, а не наоборот. Таких, как ты, темный народ называет волнами. А откуда вы знаете? Деточка, я же не простая трактирщица. Я видящий. Меня учила моя мать, а ее учила моя бабка. И так ведется у нас с начала мира, с начала магии. Что значит видящий? Видящий – это тот, кто может разглядеть твою судьбу, просто посмотрев на тебя. А в тебе я вижу. Я вижу. Что? Что вы видите? Люди обычно покоряются судьбе и плывут по течению. Но некоторые могут бороться с волнами и плыть туда, куда им надо. Ты как раз из таких. Но есть и еще кое-что. Что именно? Ох, деточка, непростая твоя дорожка. Много путей я вижу, но все они темные. Могу сказать лишь, что ты имеешь власть над своей судьбой и балансом. И ты хорошо владеешь магией. Магией? Да быть того не может. Я не… Я вообще о магии ничего не знаю. Чтобы быть хорошим магом, можно и не знать о магии. Если будешь развивать свои таланты, то станешь отличным ремесленником. Ремесленником? Деточка, где ты училась? Ты что, забыла все, что тебе говорили? Да нет, я типа… Ну, вроде как… Просто я давно об этом не вспоминала. Ага. Ремесленники – это самые сильные маги. Они могут преобразовывать магию и подчинять ее своей воле. Есть еще художники. Они используют магию, сформированную другими. Маги или волшебники. Ведьмы, колдуны могут читать и писать заклинания. Сплетать их из силы слов. Алхимики могут создавать волшебные зелья. Алхимики – самые слабые из магов. Им может стать любой, надо только научиться. Для остальных трех классов нужен талант. Я смотрю, у вас тут праздник. Ну, деточка, не с луны ли ты упала? Сегодня же праздник баланса. Разве ты никогда не отмечала его? Ну, вообще-то нет. Я как-то не люблю массовые веселья. Сколько себя помню, в праздник всегда мы гуляли три дня и три ночи. И всем было весело. Но теперь, в этом году, все боятся авангарда, будь он трижды не ладен, и приспешников его. Вот и пришлось нам праздновать за крепко запертыми дверями. И только одну ноченьку. Но столы у нас по-прежнему ломятся. Так что, если хочешь, милости просим. Да нет, спасибо. Я ведь никого тут не знаю. Постой-ка. Ты ведь не из авангарда? А? Нет, я из другого места. Издалека. Оно и видно. Но если захочешь, детка, заходи, у нас тебе всегда будут рады. Спасибо. Что это за праздник баланса такой? Ты впрямь, видать, про наши свычьи и обычаи не слыхала. Ты хоть про баланс-то знаешь? Да, баланс между магией и наукой. Я про него знаю. Баланс во всем, деточка. И все в балансе. Страж охраняет баланс и всех нас. Мы отмечаем праздник баланса, чтобы отблагодарить его и стража. Если наша вера в баланс пошатнется, если мы перестанем верить в стража, то хаос истребит нас, как мышат. Именно к этому и стремится авангард. Он опасен. А вы знаете, что делает авангард, чтобы уничтожить баланс? Сам баланс они не трогают. Они лишь разрушают людскую веру в него. Шепчут народу, что если заставить баланс служить людям, то можно вернуть старые времена и зажить, как прежде, до раздела. Авангард обещает людям власть, богатство и счастье, но приносит только разрушение и смерть. Понятно. Обращайся в любое время, деточка. Боюсь, мне нужно возвращаться к гостям. Располагайся тут. Разные бутылки, травы и специи. Что за странный зверь? Спасибо, Эйприл Райан. Чего-чего? Здесь нет времени, но скоро для тебя и меня время будет. Наступит достаточно времени, чтобы понимать, ты говоришь со мной, Эйприл Райан. Мы беседовали. Чего-то я не въезжаю. Вы вообще кто? И откуда меня знаете? А мы еще не встретились? Тогда прости, что запутал тебя. Я буду Абнакусом из Венаров, посол Совета Айредов в Меркурии на время. Да. Если бы мы виделись, я бы вас запомнила. Кто вам мое имя сказал? Ты. Ты говоришь мне свое имя, Эйприл Райан. Прямо сейчас ты говорила мне имя, спрашивала, откуда я его знаю, и благословляла меня именем Баланса на моем пути домой. Простите, я... Я вообще не понимаю, о чем вы тут говорите? Да, нам тоже трудно понять вас, Эйприл Райан. Мы, винары, не плывем по реке времени, как люди. В эту минуту мы повсюду. В эту минуту нас нет нигде. Но есть завеса. За ней мы ничего не видим, но вы видели. Вы увидите. Вы видите. Какая еще завеса? Завеса, созданная в хаосе, хаосом для хаоса. Это тьма в нашем будущем. Да, в будущем. Черная завеса, скрывающая то, что было и что будет. А я-то тут каким боком? Стало поздно, ты устала. Мы поговорили утром, когда ты пришла ко мне. Теперь ты все понимаешь. Спасибо, Эйприл Райан. Да пребудет с тобой благословение баланса. Вы меня в гости, что ли, пригласили? Приглашу. Пригласил. Я приглашаю тебя в гости, Эйприл Райан. Мой дом был в зеленом саду Меркурии. И ты найдешь его утром, пока хаос не пришел. Я все объясняю, и ты поняла. Похоже, ваше приглашение я уже приняла, так что выбора нет. Да, ты и так сказала. Спокойной ночи. Ты хорошо поспишь. Очень удобное кресло. Я так устала, еле на ногах стою. Сейчас бы посидеть где-нибудь в уголке. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, давненько я так хорошо не спала... Ты какая-то бледненькая... Тебе надо как следует покушать... Не хочу никого обидеть, но я уже с ней наобщалась... На вид пустые, что после вчерашнего совсем неудивительно... Там больше никого нет... Ты собралась и дальше разгуливать в таком виде? Нет, так дело не пойдёт... Больше у меня ничего нет... Идём... Найдём тебе что-нибудь более подходящее... Как я выгляжу? Ну, пока что сойдёт... Форма у тебя пока не особо женский... Но будешь хорошо кушать, со временем округлишься... Большое вам спасибо за одежду и за всё остальное... Спасибо, деточка, в карман не положишь... Вот перемой-ка ты всю посуду, да подсоби мне по хозяйству... Что? Работать? Одежда и ночлег у камина стоят денег, деточка... Я ведь прошу совсем немного... Просто помоги мне прибраться... Ладно, говорите, что делать... Сперва принеси все кружки из задней комнаты... Ты очень здорово помогла мне, деточка... Даже больше, чем я думала... Вот возьми, пару монеток пригодятся... И одежду оставь себе... Как по тебе сшито... Забавное животное... Хороший... Зверёк... Панцирь, как у черепахи, но помягче... Да... Хороший, хороший... Клумба... Здесь ещё полно места для разных семян и саженцев... Садовник из меня никакой... Но я всё-таки выросла на ферме... Может быть, это на что-нибудь изгодится... Ну, прости! Ух ты! Я прирождённый садовник! Странно... Голоса нашёптывают не про какую-то книгу тайн... Вроде бы, эта книга теперь открыта... Интересно, что это всё значит? Ещё одно растение... Интересно, оно плотоядное? Выглядит, как будто его вырезали из большого дерева... Но, похоже, этот дом каменный, а не деревянный... Входи, дорогой гость... И я был с тобой совсем скоро... Некоторые из них вроде бы на английском... Но, на самом деле, эти книги написаны на все языке, про который говорил Тобиас... Если честно, то звучит довольно неприятно... Очень милая скамейка! Добро пожаловать в мою обитель, незнакомка! Как ты, незнакомка? Вы меня не помните? Вы ж сами меня пригласили! Каждую минуту мы встречаемся и расстаёмся... Ты, незнакомка и друг мне, Эйприл Райан! Я жутко извиняюсь, а вы не могли бы говорить по-человечески? Я и половины не понимаю из того, что вы говорите! Я просил бы у тебя прощения, Эйприл Райан! Мне нелегко изъясняться среди чужих народов! Это трудно! Но я постараюсь остаться в этом времени, чтобы ты могла понять мои слова! Важно, чтобы ты понимала всё, Эйприл Райан! Очень, очень важно! Спасибо за гостеприимство, Абнакус! До свидания! Да пребудет с тобой благословение Баланса! И пусть твой путь был долгим и удачным! Вы кто? Я Абнакус из Венаров, посол Совета Айредов в Меркурии! Мой народ жил бы далеко отсюда, и наши племена встречаются крайне редко! Лишь я связываю людей и долмари! Это почему? Я единственный винар, кто мог бы сосредоточиться на одной нити времени и говорить с теми, кто плывёт по нему, как ты! Как же ваш народ обращается со временем? Это трудно объяснить! Наше мгновение, следующее и предыдущее для меня одно и то же! Я прожил жизнь и ещё не родился! Ты меня поймёшь? Стараюсь! Но разве так бывает? Всё бывает, Эйприл Райан! Есть магия, есть наука, а между ними двумя возможно всё! То есть, вы видите будущее? Для меня все мгновения едины, так что будущего нет! Я могу рассказать о том, что вы ещё не видели, и указать вероятные нити! Но будущее, что я вижу, это не обязательно то, что тебя ожидает! Моменты и нити перемешиваются и меняются! Я помню то, что никогда не происходило, и видел то, что никогда не будет! Значит, предсказывать вы не можете! Я мог бы увидеть возможные нити, наиболее вероятные из сотен! Мог бы! Но мне помешала эта завеса! Вы уже говорили про какую-то завесу! Где-то впереди, на нашем пути, есть тёмная завеса, сквозь которую я не вижу, сквозь которую не мог пройти! Это так неприятно, быть отрезанным от счастья времени! Понятно! Откуда завеса? Она была! Нет, будет создана в хаосе, хаосом, чтобы скрывать будущее! Все нити сходятся там, в одной точке! И это произойдёт лишь раз! Так написано! Написано? Где? В пророчествах! Ну, расскажите мне про эти пророчества! Слова были написаны видящими, которые из всех нитей выбирают те, которые будут сотканы! Эти слова и есть пророчества! Поняла! Дальше! Пророчества гласят, что приходило время, когда баланс ослабнет под натиском хаоса и его слуг и пошатнётся! Когда спадёт завеса, наступит миг неуверенности! Баланс может выжить, и баланс может пасть! Я не могу сказать, что будет! Я не могу даже увидеть вероятности, нити, что тянутся во времени! Но пророчества говорили и о Спасителе, как обычно и было бы! О том, кто принесёт в хаос порядок, чтобы угнетать невиновных! О том, кто восстановил бы баланс, чтобы окончательно разрушить его! Какой ты нехороший Спаситель! На моём языке он зовётся Кан-Англа, что означает «семя, проросшее в могучее дерево». Мне нужна кое-какая помощь! Да, была нужна! Была? И каков ваш ответ? Что я помогу тебе, чем смогу, но в конце… Я останусь одна, знаем, слышали! Вы слышали о человеке по имени Кортес? Нет. Но это не значит, что мы не знакомы. Имена часто меняются, Эйприл Райан. Он мой… Ну, некоторый скажет «учитель», а некоторый чокнутый. Учитель? Он путешествует между мирами? Нет. Между мирами он не путешествует. Я не вижу его в моей жизни, Эйприл Райан. Я не знаю его. Может, за завесой, но не раньше. Спасибо, Абнакус. Не за что, Эйприл Райан. Так насчет меня… Все, что смогу, Эйприл Райан. Вы не знаете, где я могу найти этих кинов? Нет. Легенда гласит, что белую кин мать видели. Об матери и ее потомках говорится в предании «Серебряное копье Гаримона». Хотя я думаю, что это лишь сказка, и правды в ней нет. История «Серебряное копье Гаримона»? Да. К сожалению, у меня нет этой книги. И я не знаю, у кого она может быть. А остальные драконы? С ними что? Из драккинов я знаю только белую. Та, что мать. Хотя… Я слышал сказание о Боге, что рухнул с неба в океан давным-давно. Но это тоже может быть лишь сказкой. Что еще вы знаете про этого Бога, упавшего с неба в океан? Только то, что сказал тебе. Может, тот, кто много знает об океане и существах, обитающих в его глубинах, расскажет тебе больше. Вы слышали о диске, который отпирает вход во владение стража? Да, но очень мало. Лишь недавно его упомянули на совете Айередов. О нем заговорил посол Тиренов. Он хотел знать, где хранится этот диск. И что ему ответили? В совете никто не знал или не хотел говорить. Послу Тиренов посоветовали обратиться к часовым, чего ему явно не хотелось сделать. Тирены – союзники авангарда. С часовыми они в политической и идеологической оппозиции. Я знаю Веструма Тобиаса. Он не станет говорить ни с Тиренами, ни с авангардом. Разве что между ними возникнет философский спор. Так вы не знаете, где мне найти диск? Нет. Спроси Веструма Тобиаса. Вы знаете что-нибудь о входе во владение стража? Я слышал разговоры о нем. Думаю, он там, где была построена башня, где был создан разлом и где земля была единой. Возможно, он еще открыт. И где же сие чудное место? Боюсь, винаров никогда не посвящали в дела часовых. И они не принимали участие в разделе, лишь признали его необходимость. У нас не было иного выбора, лишь уступить. Мы – магический народ. Нам нужен баланс, потому что мы не сможем, не выживем без магии. Как мне бороться с хаосом? С ним нельзя бороться. Это будет слишком просто. Чтобы противостоять ему, нужно приводить в порядок то, чего он коснулся. Это ослабило хаос. Но это под силу не каждому. Лишь те, кого призвал баланс, могут решиться на такой опасный шаг, и выжить. Пожалуй, у меня все. Я рад, что помогу тебе, Эйприл Райан. Давайте поговорим позже. Да пребудет с тобой благословение баланса, Эйприл Райан. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сперва я была в моей комнате, а потом, бац, в темном проулке Меркурии. Но, должно быть, вы открыли портал во сне. Это хорошо. Вы учитесь управлять своей магией. Наверное. Только я не представляю, как попасть обратно домой. И в этот раз мой наставник Кортес понятия не имеет, где я. Ну, я уверен, вы найдете способ управлять своими силами. А пока могу я чем-нибудь помочь вам. Мне нужно найти диск, отпирающий башню стража. Диск, ключ? Да, он необходим. Он может даже восстановить баланс. Разумеется, если новый страж принесет его к башне. Но неужели вы хотите сами найти его? Придется. Другой надежды нет. А вы, видно, часто миры спасаете. Нет. Если мои слова и звучат смело, то я сама боюсь да икоты. Я вас не понимаю, но я всего лишь слуга баланса, не то что вы. Но вернемся к диску. Как я уже говорил, когда была разделена земля и созданы владения стража, в колодце созидания выковали диск. Диск служил двум целям. Во-первых, отпирал башню баланса, если требовалось войти туда в отсутствие стража. И еще он служил заменой диску, находившемуся в башне, если тот вдруг сломается. Теперь башня пуста и заперта, а диск разбит. Я думаю, сейчас самое время использовать второй диск. Где же я возьму этот диск? Сначала, более 12 тысячелетий назад, диск открыто хранился в анклаве часовых близ Меркурий. Но потом его пытались украсть, и пришлось его убрать. Зачем? Чтобы четыре части диска можно было разделить между четырьмя магическими расами Аркадии, которым не было никакой выгоды в разрушении баланса. Между какими расами разделили диск? Этого я сказать не могу. Думаю, теперь уже никто и не помнит. Но в манускриптах это точно есть. В каких манускриптах? В манускриптах баланса. Всего их 13. 13 – сильное число с богатой традицией. 13 было и отцов, которые основали часовых и построили башню баланса. А где мне найти манускрипты баланса? Загляните в анклав часовых. Он прямо за городом, на востоке. В Великой библиотеке анклава есть книги, написанные Минструмами Аркадии и многие другие. Поговорите с Минструмом Ерином, хранителем книг. Скажите, что вас прислал я. Мне нужно найти вход во владение Стража. Он есть, вы правы. Но где, я боюсь даже догадываться. Раньше, когда в башню приходил новый Страж, Старый открывал вход в свои владения. Страж, управляющий балансом, может впустить и выпустить любого. Но если Стража нет, единственное возможное место – это то, где свершился раздел, где построили башню. Разве его местонахождение нигде не записано? Все это происходило на Старой Земле, еще до раздела. После разделения мира на Старк и Аркадию все места передвинулись относительно этого входа. Может, он уже и не на Земле? Как это так? Он может быть и высоко в небе, и глубоко под нами, в огненных недрах Земли. Я не могу сказать, где он. И не знаю, кто может. Неужели никак нельзя найти вход во владение Стража? Может, если тщательно изучить старые тексты? История Аркадия и Старка, раздела, манускриптов. Не знаю, Эйпл. Но посмотреть можно. Вы найдете эти тексты в анклаве часовых. Поговорите там с Минструмом Ерином. Мне нужно найти двух драконов, живущих в Аркадии. Дракинов? А есть разница? Драконы – слово из вашего мира. Кины вовсе не те, во что превратили их ваши легенды и сказки. Но они же настоящие, да? Такие же, как мы с вами, Эйпл. И старые. Они были здесь еще до начала времен. Как вы, наверное, поняли, кины помогали при создании раздела и спасли человечество от ужасного конца. Но я знаю непростительно мало. Только то, чему научился, будучи Минструмом в анклаве. А где еще я могу собрать сведения о драйкинах? В книгах. В книгах, дитя мое, в книгах. Одна из книг называется «Тайны драйкинов». Обязательно изучите ее. Автор – Минструм Эльнеак. Книга старая, но полезная и увлекательная. И где мне найти эту книгу? Вы найдете эти тексты в анклаве часовых. Мне нужно вернуться домой. К сожалению, сегодня мои способности к перемещениям ничуть не лучше, чем позавчера. Только вы обладаете этим талантом. Спасибо, Тобиас. Рад, что сумел помочь вам, Эйприл. КОНЕДИЯ Девушки отдыхают Это неплохое место, иначе бы вы тут не остались И потом сейчас я не по своей воле тут оказалась Я торчу здесь, потому что я известный мазохист-романтик, мисс Райан А вас кто сюда приволок? Опять этот... Кортес? Он, к сожалению, даже не знает, что я тут Нет, я думаю, что это я сама напортачила со своей силой Я открыла портал и переместилась в трусах Ну и дела, так оно всегда и бывает Раздел обычно переходит в самый неподходящий момент Хотите выпить? Ах да, вы же у нас не пьете Вы не могли бы ответить на пару вопросов? Конечно Все равно делать больше нечего Вы слышали историю про Бога, который упал с неба? Я не охотник до сказок Какая плева Сходите в библиотеку, там куча книг У часовых есть хорошая библиотека где-то в пригороде Еще я слышал про крылатых людей, которые делают летопись всех событий И складывают истории, но не знаю Может, это только легенда Хотя, если вам нужны истории, стоит поискать этот народ Как знать, может, они вам помогут Что вы говорили о крылатых людях? Они здорово умеют рассказывать истории И уже очень давно наблюдают за этим миром Но, боди, знай, может, их и нет И это просто сказки Больше у меня вопросов вроде нет Тогда давайте поговорим о чем-нибудь приятном Спасибо, мистер Вестхаус Не за что, Эйприл Заскучайте по дому, заходите Всегда буду рад поболтать с вами Каменный дракон смотрит прямо в центр Словно охраняет выход Великолепная работа Пасть дракона направлена точно в центр пола Круглое углубление, сантиметров двадцати в диаметре И примерно сантиметр в глубину Маленькое углубление размером с кулак От него отходит желобок, ведущий прямо в круглую лунку в центре пола Здесь еще три таких же углубления Они все одинаковые и все соединены желобками с круглой лункой посередине пола О господи, задумался и не слышал, как ты вошла Ну и хорошо, прости, не видала, скажи, до шестого тома Полной истории северных земель с комментариями Могу поклясться, вчера видел я его так же ясно, как тебя, в эту самую минуту Извините, не видела Хм, стало быть, его взял кто-то еще Я все время твержу, как панамаль, чтобы записывали Кто берет, чего берет, но куда там Вот на прошлой неделе я принужден был перерыть весь анклав В поисках второго манускрипта баланса Манускрипта песни И только потом вспомнил, что Веструм Тобиас одолжил его почитать А ведь подобного яролаша можно избежать И к тебе, душа моя, это тоже относится Коли люди будут записывать, какие книги и когда они берут И когда их возвращают Да-с Казалось бы, куда как просто Дай себе каплю труда Да запиши свое имя и название книги, которую берешь В остыкрат приятнее и осмысленнее стал бы мой труд Но, душа моя, и какую же книгу ты хотела бы взять, а? Вы Минструм Ерин? Да, конечно А что за странный вопрос? Откуда мне-то знать? Я вас первый раз вижу Я Минструм Ерин, хранитель Великой Библиотеки Меркурий Это, позволь тебе доложить, самая большая библиотека на севере Ммм, а может даже во всем мире Хотя слыхивал я, что библиотека темного народа тоже велика Может и побольше этой выйдет Но нам туда дорожка заказана А ты, душа моя, не была там? Да вроде нет Старый я болван, конечно, не была Ты же не из темного народа Ты не похожа на темных, которых я видел А значит, не можешь быть Так, 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 ну куда же провалился этот шестой том? Забодай его, Камар Вы понимаете, Тобиас велел мне поговорить с вами Тобиас? Веструм Тобиас? Я не видел его уже... Нет, нет, на прошлой неделе он заходил Но до этого я не видел его много дней Как он? Все так же ест за двух пешаков? Хочу рассказать тебе уморительнейшую историю, которую я слышал Однажды Веструм Тобиас съел столько, сколько хватило бы на десять Минструмов Или Эльгванов Хотя нет, 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 нет Эльгваны не едят так много А ты знаешь, что Эльгваны чуют воду за несколько дней пути? Удивительные, удивительные, потрясающие существа Они просто созданы для жизни в пустыне Баланс все видит, это точно Баланс все видит Да-да, интересно Но Веструм Тобиас посоветовал мне поискать тут книги Книги — это лучшее, что есть в Анклаве Это так же верно, как то, что я стою перед тобой Ну-с, что же за книга тебе нужна, душа моя? Я ищу сказку под названием Серебряное копье Горемона О, это весьма непростая сказка Хотя по совести скажу призанятная Ко мне просто валом валят всякие авантюристы И просят книжки про копье, чтобы потом снарядиться на его бесполезные поиски Вы, наверное, таких терпеть не можете? Нет, они платят за мой хлеб с маслом и молоко Оставляют щедрые пожертвования, так что я не против Но их не книги интересуют, а лишь то, что можно узнать из книг А я просто люблю книги, правда? Хм, похвально Значит, серебряное копье Горемона Вот, нашел кое-что интересное Я положу книгу сюда Ну, душа моя, дочитала? Давай-ка я заберу книгу О, господи Снова ты? Ну, как же ты меня напугала? А можно мне тут у вас еще книжки посмотреть? Конечно Просто смех с тобой, да и только Понимаете, мне нужна кое-какая информация Но я не знаю, какую книгу взять Пустяки Я знаю про наши книги все Все, что стоит знать Какой вопрос тебя интересует? У вас есть книги о крылатом народе, которые рассказывают истории? Крылатые рассказчики, значит Сейчас, сейчас что-нибудь найдем, подожди Вот, нашел кое-что интересное Из Куатола Бристан Может, туда наведаться? Ну, душа моя Дочитала? Давай-ка я заберу книгу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Здравствуйте Вы знаете остров Алоис? Алоис? Курорт древних Далмари? Ну, конечно, знаю Как бы туда попасть? Это у Атола Бристан Но из Меркурии туда корабли не ходят Придется плыть через Киен Вы можете отвезти меня в Киен на корабле? Боюсь, с этим возникнут проблемы Во-первых, ветра нет И мы не можем плыть на юг Во-вторых, мой штурман пропал две недели назад И я до сих пор не нашел замену В-третьих, ты женщина Мы не берем женщин на борт Белого Дракона Знаете что? Это настоящий сексизм Да, именно о сексе я и беспокоюсь Полный корабль мужиков Несколько месяцев в море Я вообще про другое Про половую дискриминацию Я моряк, девушка А в постельных делах не мостак Ну, пожалуйста, подбросьте меня до Киена Мне очень надо Ничего не выйдет До свидания Как дела, дедуля? А? А, это ты Не знаете, как мне пробраться на корабль, который идет на юг? Знаю Деньги правят этим миром, как говорил моя женушка Она сбежала от меня с каким-то купцом, пока я был в море Эх, женщины Не верь тем, кому не платишь Эх, а у меня финансовый кризис Ну, тогда сиди на берегу Хотя Да нельзя мне сидеть на берегу А что хотя? Хотя Я мог бы замолвить за тебя словечко Перед Горацио Небевеем Хороший капитан Как только поднимется ветер Он поплывет на Киен И он вас послушает? Он мне кое-что должен С тех пор, как я был его капитаном Если я верну вам птицу Вы поговорите с этим капитаном? Да Да За птицу я готов что угодно сделать На то мы порешим До встречи, дедушка Если я не помру Субтитры сделал DimaTorzok